Это проект «Большая страна». Мы путешествуем по Казахстану, изучаем туристический потенциал родного края. Сегодня в столице прощаются с календарной зимой. Здесь проходит один из самых популярных авто-мото-фестивалей «Царь горы». Но прежде чем мы начнем рассказывать о самом фестивале, немного истории. В далеком 2019 году группа автолюбителей-энтузиастов устроила небольшое мероприятие. Спустя три года из рядовых покатушек столичных автоклубов мероприятие переросло в настоящий пример событийного туризма. Идея создания фестиваля банальна. Ребята посмотрели, как арабы катаются на барханах и решили перенять опыт. Только вместо песков снег. Много снега. Идея есть, осталось определить место. И здесь подключились ветераны оффроуда. История начинается с 2021 года. В январе месяце, в студенный морозный день, когда на улице был мороз по 35 или 37 градусов, буранило. Мы с энтузиастами, пацанами с нашего сообщества выехали на поиски интересной локации. Наткнулись на данную локацию, покатались, проверили и поняли, что это будет локация для всех времен. Нам нужна была на локации хорошая возвышенность. И самая интересная возможность, которая была в этом районе, оказалась именно вот эта точка с очень интересным наклоном горы. И она, кстати, у нас служит здесь для нескольких вообще мероприятий. Нужно отметить, с тех пор эту небольшую сопку в Акмолинской области автомобилисты называют «Царь горы». Как говорится, прижилась. На место проведения фестиваля наша съемочная группа прибыла за день вперед, чтобы ознакомиться с ходом подготовки. На самом деле у нас подготовка начинается гораздо раньше, чем, скажем, мы физический труд начинаем выполнять на локации «Царь горы». То есть за месяц мы отправляем, скажем, коммерческие предложения, презентации нашим партнерам, спонсорам потенциальным. Естественно, кто-то бывает в последний момент тянет, говорит, давайте, давайте мы поддержим, в итоге отказываются. И такие казусы тоже бывают. Поэтому сложности, наверное, в первую очередь это найти спонсоров, партнеров. Потом сложность это погодные условия, людские ресурсы здесь, потому что нужно прочистить трассу техникой и так далее. Здесь очень много моментов таких. В общем, сложностей хватает. Я даже не могу на чем-то определенно сконцентрироваться. Это очень большой объем работы. Нужно сделать его в сжатые сроки. Важно отметить, что проект создан исключительно на энтузиазме организаторов, без государственной поддержки. Мы сейчас находимся на локации, где у нас базируется кухня. Здесь будет около пяти или шести кухонь установлено. Мы находимся сейчас в центре всех событий. Позади нас будет расположен закрытый парк и далее парковка для всех участников, ну и точнее зрителей и участников. Как и на всех больших мероприятиях, связанных с автомиром, здесь главная безопасность. Организаторы строго следят за этим и тщательно прорабатывают маршруты. Ну и, конечно, главная задача построить трассу для соревнований. Здесь погода сыграла злую шутку. И за неделю до фестиваля начал обильно таять снег, вследствие чего в степи стало очень скользко. Сегодня трасса немножко сложновата, потому что, как вы знаете, до этого лили у нас тут дожди. И вся степь, она просто как каток. И подъем такой затрудняется. Я думаю, что, может быть, где-то во времени будет потеря, но зрелище будет интересным. По словам организаторов, в прошлом году мероприятие посетило более 15 тысяч человек и 1080 автомобилей различных классов. На этот год ожидается еще большее. Поэтому было решено немного усложнить трассу для битвы клубов. Это три насыпные горки. Между ними получается такой холмик, подъем с глубоким снегом. Это для битвы автоклубов. Там более 10 клубов завтра будут участвовать и, как говорится, доказывать, кто из них царь горы. Они будут соревноваться за переходящий кубок и за денежное вознаграждение. Достаточно серьезный участок. Здесь и будут происходить командные соревнования. По правилам, с каждого клуба участвуют по два автомобиля и четыре человека. Если говорим о битве клубов, это только внедорожники преимущественно. Потому что здесь препятствия не для легковых машин. С правилами и особенностями организации разобрались. Теперь о самом фестивале. На протяжении же нескольких лет, несмотря на астанинские морозы, бураны и невероятный ветер, сюда съезжаются автолюбители со всех уголков Казахстана. Вы посмотрите, какой масштаб! Фестиваль в этом году проводится уже в четвертый раз. И по количеству участников и зрителей можно понять. Интерес есть и он только растет. Я приехал из города Алматы вчера, ночью приехал. Царь горя – это один из больших фестивалей в нашей стране. Очень давно хотел, мечтал попасть сюда. И была возможность выехать. Я сразу же на скорую руку собрался и выехал в одиночку. Приехал из Алматы. Вообще фестиваль очень шикарный. Все, что я вижу, это все любители автоклубов, разных марок, разных моделей. Я приехал в Астану по делам и узнал, что проходит соревнование джиперов. Прям интересно стало приехать. Хотя я из Алматы приехал, у нас было тепло. Здесь минус 20. Слава богу, у друга есть снаряжение, он мне выдал ее. Может, выгляжу как-то странно, но зато тепло. Самое главное – настроение классное. Сцена, конкурсы, розыгрыш, горки для самых маленьких, прокат лошадей и много-много разных активностей были доступны сегодня для зрителей. В этом году на фестивале развернули целую гастроулочку. Здесь можно отведать и шашлыки, там есть плов, кофе, различные закуски. Вас надо посолить. А? Посолить надо вас. Посолить меня? На гастроулочке я встретила доброго друга нашей программы Артема Канцева. Ну, конечно, где же еще можно увидеть знаменитого шеф-повара? Наслаждаюсь зимой в новых реалиях, потому что это очень классное мероприятие, когда можно выходной день провести очень необычно, чем такое городское, городское обычно, обыденный отдых. Вообще первый раз в жизни увидел столько автомобильных в степи, в горах, которые что-то соревнуются, делают. Это вкусный аромат еды, шашлыков, плова. Кроме гастроулочки, палаточный городок развернули и участники различных автосообществ и клубов. Например, эти ребята называют себя танкистами. В их полку порядка 50 участников. Еще молодой, но очень активный автоклуб разбил здесь настоящий лагерь с юртой и вкусностями. В данный момент мы сейчас чуть-чуть от нашего базового лагеря отошли. Почему? Потому что мы ждем выступления нашего танкиста, одноклубника Мурата Женюса. Он выезжает сегодня от нашего клуба и в одиночном зачете. Во-первых, посмотрите по сторонам. Сколько людей сейчас сидит здесь, а не дома у телевизора. Или с детьми возле компьютеров. Правильно? Здесь сейчас жизнь. Здесь, смотрите, дети играются, взрослые по-своему развлекаются. Здесь сейчас море эмоций, море адреналина. Так что хорошая, приятная вылазка на природу. Не остались в стороне и охотники с рыбаками. Они здесь развернули настоящий этноуголок. У нас свое сообщество ТОР называется «Туризм, охота, рыбалка». Нас объединяет действительно хорошее желание увеличивать поголовье флоры, фауны, правильную охоту, правильная этика охотника, правильная этика рыбака, правильный туризм, чтобы беречь природу, чтобы действительно процветала наша страна. Развивать туризм, развивать рыбалку, развивать охоту. Действительно, чтобы вот такие вещи. Сейчас мы вот с друзьями, просто с нашими сообществом, с нашими членами нашего клуба, мы просто собрались и поставили юрты. Юрты именно в национальном колорите. Если мы сами себе праздник не создадим, нам никто этого праздника не создаст. И вот мы сегодня здесь поставили вот такой этногородок свой и для своих детей выставили снегоходы, дома на колесах пригнали, пригнали тест-драйвы машины, то есть дети на ватруска катаются. Мы делаем для того, чтобы максимально сделать детям, нашим семьям шикарный, активный отдых. Ну а эта юрта, пожалуй, одного из самых больших в Казахстане автоклубов. И они, конечно, не пропускают подобные события. Нашему клубу «Намад», если я не ошибаюсь, уже 8 лет. В клубе больше 500 участников со всего Казахстана. Ребята из ближнего зарубежья, соседних стран России и Кыргызстана. Каждый год собираемся, ставим юрту. Сегодня в клубном заезде мы не участвуем, потому что наши машины все предназначены для экспедиции. Тяжелые, вместимые. В общем, больше для путешествий. Царь горы для всего джиперского сообщества – не просто очередная покатушка. Это настоящий праздник. Ведь это уже добрая традиция – приезжать сюда с семьями, готовить еду на природе, общаться, много смеяться, ну и, конечно, болеть за своих одноклубников. Вот эта площадка. Здесь дают старт по заезду на время. Драг-рейсинг это называется, если не ошибаюсь, но если что, поправьте. На время заезжают, как и АТВ-техника, и седаны, внедорожники. В общем, вот здесь тоже будет сейчас битва. Кроме баги соревнуются и мототехника, снегоходы и квадроциклы. Ездим на всем, на баги, на квадроциклах, на снегоходах. Уже третий год здесь участвуем. Что это на чем вы? Квадроцикл. Самая лучшая техника, которая существует на нашем рынке. Литровый квадроцикл, 91 сила, электронный курок газа, все дела. В скоростном заезде в горку на время желающих принять участие было очень много. Заезд продолжался весь световой день. По итогу лучший результат среди внедорожников показал участник из Петропавловска, покорив гору всего за 16 секунд. Ну а настоящее шоу, конечно, показала битва клубов. Невероятное зрелище, которое не требует слов. Надо смотреть. Поехали! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гонка прошла успешно. Заняли второе почетное место. Были бы первым, чуть-чуть замешкались на финише немножечко. А так, в принципе, выступили достойно. За прошлый год мы доказали свое почетное второе место. Ну а победителями командного зачета стал автоклуб с интересным названием «Кудалар». Слаженные действия штурманов и профессионализм водителей показал высший пилотаж на горках снега. Мы готовились. Победили, потому что у нас команда. Мы друг друга понимали. Что еще сказать? Спасибо. От души, джекстер, поздравляем. Они достойно выиграли. Честно, базар они, молодцы. Напомню, ребята в этом году стали двукратными чемпионами, тем самым подтвердив, что именно они достойны звания царя горы. Да будет автотуризм. Поздравляем победителей. Прощаемся до новых маршрутов. Это проект «Большая страна». Пока. Субтитры создавал DimaTorzok